Добрый день, леди и джентльмены! Меня зовут Мария Чистякова, и я являюсь брендом-массадором коньяка Курвазье в России. И сегодня специально для магазина Декантер хочу вам немного рассказать о наших удивительных купажах. Ну, во-первых, что первое, самое важное о нашем доме стоит знать. Мы известны как любимый коньяк Наполеона. Именно поэтому на каждой нашей бутылке вы можете найти силуэт Бонапарта. Еще один интересный момент, и он тоже отражен на наших бутылках, ромб, который также является эмблемой нашего дома, не случайен. Когда построили Эйфелеву башню, в честь этого события устроили грандиозный ужин, и на нем подавали коньяк Курвазье. Поэтому мы являемся символом неугасающего праздника – Золотого века Парижа. Чуть более детально о наших важных моментах и интересных. Почему же мы известны как коньяк Наполеона? Нас основал, так скажем, наше начало. С 1800 года берет... Представьте себе Париж после революции, да? В это время на императорский трон восходит Наполеон Бонапарта. И два энтузиаста – Эммануэль Курвазье, так скажем, и Луи Гула основывают компанию по продаже вина и спиртных напитков. Довольно быстро их энтузиазм вознаграждается, потому что сам император посещает склады с визитом, пробует коньяк и влюбляется в него раз и навсегда. Интересный момент. После этого император издает указ, по которому небольшая порция коньяка выдается всем его солдатам перед боем. И, как вы знаете, Наполеон завоевал почти всю Европу. Тем не менее, осмелись предположить, что где-то при Ватерлоу коньяк подошел к концу, и Наполеон все-таки потерпел поражение. Довольно известный факт, что его отправляют в ссылку на остров Святой Елены, где он и проведет остаток своих дней. При этом разрешает взять всего один предмет роскоши, да, он все же был императором, но он также был и опытным полководцем. И поэтому он берет, конечно, не драгоценности, да, что с ними делать в ссылке, и он берет несколько бочек любимого коньяка, чтобы скрасить свои дни последние в ссылке. И в пути британские офицеры, познакомившись с напитком, так и назвали его коньяк Наполеона. И это та причина, по которой вы можете найти силуэт Бонапарта на каждой нашей бутылке или бочке. Это если о нашей связи с императорским двором. Однако это, кстати, не единственный Наполеон, который любил наши коньяки. И также Наполеон Третий, который тоже не хотел расставаться с нашими коньяками, он пошел немножко дальше Бонапарта и сдал указ, по которому наш коньяк являлся официальным поставщиком императорского двора Франции. Здесь интересный момент. На самом деле, если вдаваться в подробности, французы коньяк не особо жалуют, как напиток. Они его действительно в основном производят на экспорт. И очень часто задают мне вопрос, а какой же тогда у них любимый напиток? И, как ни странно, это виски. Французы очень любят виски. А вот англичане очень любят коньяк. И я вам скажу даже больше. Очень многие коньячные дома поставляли свои коньяки к королевскому двору Англии. Но только один поставлялся к императорскому двору Франции. Вот такой интересный момент. Еще немного о нашей истории. У нас очень сильная связь с Парижем. Это место, где для нас, так сказать, все началось. Но также все мы знаем символ Парижа, Эйфелева башня. И когда-то ее не существовало. Построили ее к Всемирной выставке в Париже. Она буквально являлась входом на нее. И мало кто знает, что на самом деле Эйфелева башня не должна была дожить до наших дней. Да, это было строение специально для Всемирной выставки в Париже. Однако на самой вершине этой Эйфелевой башни устраивают грандиозный ужин в честь этого события. И зовут весь цвет того времени. И будущий король Англии Эдуард VII, и Винсент Ван Гог, Сара Бернард, Томас Эдисон, который запонсентовал лампочку. Можно продолжать список довольно долго. Тем не менее, на этом ужине подают коньяк курвазье. И эмблема нашего дома, ромб, который вы можете увидеть также на наших бутылках, является отсылкой к этому важному моменту. Потому что, пройдя по Эйфелевой башне, вы увидите этот самый ромб. Я думаю, что те, кто бывал в Париже, его с удовольствием для себя узнают. Еще пара буквально моментов, которые сделали нас одним из крупнейших домов в истории коньяка. Я думаю, многие знакомы с тем, что мы входим в большую коньячную четверку. Энесси, Курвазье, Реми Мартан и Мартель. И неудивительно, что некоторые события в истории нашего дома как раз-таки и сделали нас этими гигантами. Здесь вы видите бутылку Наполеона. Это не только наш релиз, купаж Наполеона. Это и целая категория коньяков. На самом деле, в нашей стране она может быть не так широко представлена, но это полноценная категория коньяков. И в 1910 году мы создаем купаж, чтобы восславить своего самого известного почитателя. Однако он оказывается настолько хорош, в чем мы и убедимся, что его выделили в целую категорию коньяков. Еще один момент. И здесь мне также понадобится бутылка Наполеона. Всем известная форма коньячной бутылки. На самом деле, когда-то они выглядели вот так, назывались коньясесс. В 1950 году мы создаем бутылку формой, которую назвали Жозефина. Она словно повторяет кринолин на ее платье, а Жозефина была, как известно, любовью всей жизни Наполеона. И поэтому я вам скажу даже больше. В этой бутылке для меня Наполеон и Жозефина соединились вместе навсегда. Вот такая прекрасная история любви. И еще один момент. У нас есть прекрасная бутылка Курвазе в Супи. Форма этой бутылки называется паризен, то есть парижанка. Здесь забавный момент. В Париже улочки были узкие. И дамы в широких кринолинах просто иногда не могли разойтись на улицах. Поэтому у них были более узкие юбки. И бутылка называется паризен. Еще раз повторюсь, парижанка. На Ниэйфелевой башне единый. На самом деле, действительно, история наша с Парижем богата. Вы можете посетить наш сайт, посмотреть экскурсии. Они есть и в наш замок. Вы можете посетить производство. И также можете посетить экскурсию, где вам покажут все уникальные здания, с которыми у нас действительно сильная связь в Париже. И одним из таких зданий будет Мулен Руж. Да, действительно, нас подавали и на открытии Мулен Руж. Я вам скажу даже более. Как поклонница художников-импрессионистов, естественно, мимо меня не прошла такая фамилия, как Тулус Лотрек. И известен этот художник тем, что действительно много своих картин он посвятил танцовщицам из Мулен Ружа. Но, однако, известен он тем, что по улицам Парижа он гулял со своей тростью, которая на самом деле была полой. И куда он заливал коктейль, который называл землетрясением. Это сочетание абсента и коньяка. Так что есть возможность предположить, что как постоянный посетитель Мулен Ружа, коньяк, возможно, он предпочел именно наш. Это мои догадки, но кто знает, возможно, это правда. И немного, конечно же, я хочу рассказать поподробнее о наших релизах. Каждый из них заслуживает отдельного внимания. Начнем мы, конечно, с Курвазье Very Special. Выдержка в данном случае от 4 до 8 лет. И на самом деле, если, так сказать, делать отсылку к законодательству, наш коньяк категории Very Special подпадает уже под категорию ВСОП. Помним мы, надеясь, что Very Special категория у нас от 2 лет. Строго. Категория ВСОП от 4, Наполеон от 6. И маленький момент, который я хочу обязательно оговорить. Это довольно новая информация. И, как мы знаем, до нас она доходит иногда не так быстро. С 2018 года коньяк категории XO подняли от 10 лет. Когда-то он был так же, как и Наполеон, от 6. Но в 2010 году действительно Национальное бюро коньяка изменило регламент. И сделало это не случайно. Ну, во-первых, 2 категории шли у нас, так скажем, в одну ногу. Сейчас Наполеон стал между ВСОП и XO, что логично. Да и давайте будем честны. XO уже целый отдельный бренд, самостоятельный в мире. Потому что уже не так важно, XO какой конкретно марки ты берешь. Ты берешь XO. И поэтому, чтобы любой производитель соответствовал высоким стандартам качества, которые предъявляются к категории XO, подняли от 10 лет строго. Будьте знакомы, это довольно интересно. Не так часто в коньяке происходят какие-то изменения. Это очень традиционный напиток. Наш коньяк категории ВСОП. Здесь выдержка от 5 до 10 лет. И очень интересный купаж, если в первом случае мы используем Крю. Фен Буа на 90% и 10% Петит Шампань. Здесь купаж меняется. Мы добавляем Гранд Шампань, оставляем Петит и Фен Буа, но они в равных частях. И я думаю, если у вас будет желание, вы сможете убедиться, насколько, казалось бы, коньяки, которые стоят так рядом по своей выдержке, да и в целом по, так сказать, своей сути, могут отличаться кардинально по аромату и по вкусу. То есть на самом деле, когда мы делим категории на категории коньяки, мы не делим их на, в первую очередь, ценовой диапазон. Мы делим их на стили. То есть стиль ВСОП, это яркие, как правило, фруктовые коньяки, да. Они могут быть немного спиртозными на первый, так скажем, нос, но далее они довольно быстро уходят. ВСОП гораздо более насыщенные послевкусие. Здесь уже можно найти больше сухофруктов. Кто-то найдет для себя, возможно, даже шоколад. Я бы отметила в самом конце цветочные тона. И я скажу даже больше, цветочные тона в любом коньяке из нашей линейки вы сможете найти. Это наша отличительная черта, наша утонченность, наша изысканность. Так что будьте знакомы. Наш коньяк категории Наполеон. Здесь мы используем спирты от 7 до 20 лет. И я вам скажу даже больше, это коньяк категории Финн Шампань. Потому что здесь спирты мы используем исключительно из двух крю. Гранд Шампань с преимуществом и Петит Шампань. Вообще запомните эту категорию. Она довольно интересна. Так что если будете видеть Финн Шампань, можете смело брать. Это уже определенный, так скажем, статус. Это уже определенный купаж, который вы получите. Далее наш коньяк категории Иксо. Здесь мы используем спирты от 11 до 25 лет. Единственный момент, который хотелось бы действительно оговорить, о дегустации коньяков. Чем старше они становятся, тем больше времени им нужно, чтобы раскрыться. И давайте здесь, вот на этом моменте, на нашей золотой середине, я немного оговорюсь о правильной дегустации коньяка. На самом деле коньяк дегустируют в три носа. Это из винной этимологии. Вина тоже дегустируют, как правило, в три носа. Первый нос, когда мы только-только налили коньяк в наш бокал, не тревожьте его сразу, не нужно крутить, не нужно что-то с ним делать, просто сразу поднесите к носу. Послушайте аромат, сделайте небольшой глоток. Покатайте по небу, чтобы охватить рецепторы. И сделайте какие-то свои умозаключения, выводы по поводу того, что вы чувствуете, нравится вам это или нет, может быть. Это был первый нос. Второй нос, здесь мы уже можем немного покатать коньяк по бокалу, любоваться тем, как он красиво перекатывается, направить на свет, посмотреть на цвет. Здесь у нас такой, я бы сказала, знаете, эстонский янтарь. Я просто родом из Эстонии, и он довольно светлый, поэтому такой светлый янтарь, эстонский. Можно еще немного покатать по бокалу и посмотреть на ножки. Там, где у нас с вами коньяк касался стенок бокала, будут возникать ножки. Если это довольно легкий спирт, то возникать они будут быстро, скатываться в небольшом количестве. Если спирт насыщенный, маслянистый, тяжелый, да, действительно, то ножек будет много, истекать они будут довольно медленно. Иногда на это потребуется несколько минут, как в случае, например, с нашим Иксо. Можете еще немного полюбоваться вашим напитком, и поднесите снова коньяк к носу. Вы услышите, что аромат, это может быть незначительное изменение, но действительно напиток немного изменился. По этой причине коньяк дегустируют в три носа. Это напиток, который не требует спешки. Чем дольше он взаимодействует с кислородом, тем больше он для нас раскрывается, и только-только с лучших сторон. Если в первый нос вы могли почувствовать довольно мощные оттенки, да, может быть даже дуб, может быть что-то вроде сандала, если мы берем в СОП, то второй нос открывается более фруктовыми тонами, да, и здесь мы можем уже почувствовать сухофрукты, да, курага, например, или может быть даже фрукты, действительно, что-то более свежее, особенно это касается молодых коньяков. И третий нос, когда у нас с вами остается пустой бокал, и я призываю вас на самом деле всегда, после любого напитка вино это будет, виски, коньяк, неважно, слушайте пустой бокал. Именно здесь, когда спирта как такового у нас уже нету в нашем бокале, открываются самые тонкие из ароматов, и вы можете вот здесь как раз услышать, особенно если немножко на отдалении, вот эти ароматы, знаете, что-то цветочное вроде пыльцы. И здесь, если брать нашего СОП, для меня открываются яркие ноты жасмина. Для вас это может быть что-то свое, все мы разные, рецепторы у нас по-разному воспринимают те или иные вкусы и ароматы, но я надеюсь, что вы именно таким образом откроете для себя коньяк по-новому и получите весь спектр удовольствия от этого напитка. А если брать наш коньяк КСО, то для раскрытия аромата ему действительно понадобится минут 10-15. Поэтому не торопитесь, слушайте, наслаждайтесь, и с течением времени он для вас будет открываться все новыми и новыми своими гранями, прекрасными. Тем не менее, хочу перейти к следующему релизу, и для меня он тоже по-своему особенный. Это наш 21-летний коньяк. Думаю, вы заметили, что 21 год выдержки указан на бутылки, и это довольно редкий случай для коньяков. На самом деле, Курвазье одним из первых среди крупных коньячных домов начал выпускать коньяки с указанием года выдержки на бутылки. Как правило, все-таки это делают виски. Здесь у нас купаж 100% Гранд Шампань, это самое сердце провинции коньяк. Спирты оттуда известны тем, что максимального своего расцвета они достигают только после длительной выдержки. И, как правило, это как раз-таки более 20 лет. Так что, я думаю, вы можете себе представить, купаж действительно идеален. Здесь у нас даже могут открываться какие-то ноты инжира. И, конечно же, мы никуда не уходим от цветочных тонов. В данном случае это цветы апельсинов. Следующий наш релиз, это, можно сказать, кульминация всех важных для нашего дома моментов, нашей сути. Это Лессанс де Курвазье. Как вы видите, изящный декантер выполнен в форме капли. Но капли это словно парит во времени и пространстве. Спирты, самые старые, датированные датой, когда мы создали наш коньяк Наполеон. Это 1910 год. В основе 70-е и 80-е года, именно в это время, наш дом претерпел наибольшее количество изменений технологических, да и, можно сказать, духовных. И коньяки, которыми вы сейчас можете довольствоваться, как раз-таки были созданы в это время. В основном. Что могу еще сказать про Лессанс де Курвазье? Хрустальный декантер сделан домом Бакара, который разделяет с нами сотни лет традиций и инноваций. Также я вам хочу сказать, что каждая бутылка пронумерована, сделана вручную. И на самом деле, скажу вам больше, Лессанс де Курвазье помещен в коробку из черного дерева. И там вы сможете для себя найти хрустальную пробку. Она выполнена в виде перстня Наполеона. Когда-то он заказал 10 копий у своего придворного ювелира. Интересный момент, что этот придворный ювелир позднее станет основателем ювелирного дома Шамо. Это Шаме, простите. Это очень известный ювелирный дом. Вы можете подписаться на него в инстаграме. Они делают фантастические вещи, включая перстни Наполеона. И он дарил их самым прославленным своим полководцам. Так что это тоже момент прикосновения нашего дома к истории, связанной с Наполеоном. И последний релиз Succession JS. На самом деле релиза вы можете найти, как правило, два. Интересный момент. Succession JS и Succession LS. JS and LS это инициалы семей. Потому что спирты для данного релиза всего 2500 бутылок было выпущено. Спирты для этого релиза используются только с виноградников одной семьи. JS или LS. Поэтому, как вы понимаете, релиз довольно ограничен, но очень интересен спирты 1910-1945 годов. исключительно Grand Champagne и сама бутылка помещена в ящик красного дерева, который является точной копией походного шкафа, который Наполеон Бонапарк всегда брал с собой. Так что можно сказать, что у вас есть ключи от походного шкафа Наполеона. Но также в самой коробке будет четыре хрустальных бокала. они с инициалами Наполеона, с его эмблемой. Но я вам скажу даже больше. Сам мастер купажа создал форму этого бокала. Так что вы сможете продегустировать этот уникальный напиток в полном, так сказать, его идеальном обрамлении. Надеюсь, что вы нашли для себя нечто новое сегодня среди наших коньяков. На этом я хочу с вами попрощаться. Надеюсь, что вы насладитесь каждой минутой, проведенной с этими действительно уникальными купажами. Специально для магазина Декантер Мария Чистякова. Ура-ура!